Разговор о выборах в этой аудитории особенно актуален. Молодежь — это больше 20% всех избирателей. И с каждым годом ее активность растет. Юрий Алтухов познакомил делегата форума с основами избирательного законодательства, после чего молодые активисты засыпали гостя вопросами по теме. Частое участие в выборах кандидата необходимо собрать большое количество документов из права. Можно ли как-то еще растить, сборачивать документы? Мы, избирательная комиссия, мы создаем те условия и всем партиям, и всем кандидатам. Выдаем полностью материалы. Мы очень много делаем из нормативных правовых документов, которые позволяют любому кандидату, значит, упрощая всю процедуру. В формате живого диалога молодые люди узнали. Избирательное законодательство не стоит на месте. Оно меняется от одной выборной кампании к другой. Будет ли вводиться колонка против всех избирательных людей? Законодательство уже определено с 1 января следующего года, в 15-м годах, уже колонка против всех плютейн-идиотальных голосований будет. Но это по усмотрению местной власти. Делегатам форума объяснили, выборы – процесс сложный и трудоемкий. Чтобы подготовить и провести одну кампанию, нужно работать несколько месяцев. И молодые люди тоже могут внести свою лепту. Можно ли обычным студентам стать членом комиссии, избирательной комиссии? 18 лет и, пожалуйста, становитесь членом комиссии. Мы обучаем вас. Сейчас всех членов комиссии, справа в решающем тот голос, 14,5 тысяч в области. На постоянные же условия, по сути дела, только какой-то процент, а все остальные – это на общественных началах. Работа на избирательных участках, по мнению Юрия Алтухова, хороший старт для активной молодежи. Он сам с этого начинал. Разговор о выборах длился около часа. Ребята живые, очень интересные вопросы задают. Главное, не безразличные, даже к такой сложной теме, как выборы. Молодым активистам Юрий Алтухов пожелал и впредь быть неравнодушными к делам государственным. Ходить на выборы и не забывать простую истину. Твой голос может стать решающим. Елена Логинова, Ольга Бугакова, Роман Авраменко, Липецкое время, Грязинский район.